Всем привет! Это история от Анонима. Сегодня разбираемся в турецком менталитете. Автор ждет мои комментарии по этому поводу и комментарии тех, кто с менталитетом турецким знаком, в отношениях. То есть такая экспертность, короче говоря. Девушка впервые общается, у нее есть вопросики определенные, не может разобраться. На самом деле парень поутрит ей мозг, так что давайте приступим. Здравствуйте, уважаемая Галина! Подруга посоветовала обратиться к вам, чтобы понять турецкий менталитет. На канале я совершенно недавно и знаю очень много видео есть о мужчинах, турках и их менталитете, но я решила обратиться к вам сразу лично. Так как вдруг не найду среди этих историй похожую на свою и потрачу на это время, а помощь мне нужна уже сейчас. В общем, общение с турками у меня впервые и честно сказать, я впервые в 30 лет попала в такую ситуацию, когда интриги и сплетни плетет мужчина, а не женщина. Я проживаю в Европе, работаю в ресторане турецкой кухни. Соответственно, в коллективе у нас есть не только украинцы, но и ребята-турки. Один из них начал активно проявлять внимание ко мне, интерес какой-то, на что сразу получил, конечно же, отказ. Но позже он предложил общаться просто как друзья, как напарники по работе, коллеги. И периодически писал мне просто в инстаграме, в директе. Общения не было ничего такого как бы необычного, что могло дать ему какой-то повод на что-то надеяться и ничего не обещала. Он писал о своих проблемах, постоянно жаловался на жизнь. В общем, я подумала, что ему просто нужна какая-то поддержка, какой-то друг или человек, который его выслушает. Потом я начала замечать, что в выходные дни он оказывается в кавычках случайно, случайным образом там же, где и я, будь то парк или какое-то заведение. Если он накануне спрашивал, чем я буду заниматься в выходные, я-то тогда без всякого умысла отвечала ему напрямую, что, например, гулять пойду и так далее. Но с ним я гулять никуда не ходила. А потом он стал настойчивым и не понимал уже слова нет или отказ. И как-то я даже начала врать ему, что замужем, хотя в разводе на самом деле имея ребенка. Как это произошло, я уже сейчас не понимаю, что, отвечая на сообщение, это или был какой-то повод для него, или какая-то надежда, короче, я уже запуталась. Но лично я никаких сигналов ему не давала. Я не знаю, что он в итоге хотел от меня, но впечатление такое серьезного, порядочного он не производил в свои 35 лет. Позже он мне начал писать другой наш напарник на работе, предлагать мне тоже встречу. Если честно, он мне понравился внешне и манеры общения, симпатия у меня к нему была. Он такой сдержанный, ненаглый, малоразговорчивый. Мне было интересно узнать его, какие-то факты о нем, пообщаться, есть ли у него отношения. Но на самом деле, конечно, я стеснялась задавать все эти вопросы лично. Общение у нас было, наше было нечастым. Только в Инстаграме переписывались. При встрече он почему-то сразу прятал глаза, стеснялся. Ну вот и я решила спросить у него. На что я получила ответ? Нет. Да, Мурат мой друг, хороший человек. Но он любит проводить время с девушками, врет им, чтобы получить секс. И даже говорит им все одно и то же, обманывает их. И вообще, у него есть девушка. И я, честно говоря, была удивлена, что мужчина так говорит о своем друге, не очень лицеприятно. Еще он мне сказал, чтобы я заблокировала его, если мы с ним общаемся. Потому что он хочет секса от меня и больше ничего. Я ему тогда ответила, что, возможно, в 29 лет это нормально проводить время с девушками. Если он не женат и свободен вообще-то. И для себя кого-то выбирает, вопросительный знак. Короче говоря, вот это общение меня очень насторожило. Но я не стала тогда этого парня блокировать. То есть она у этого, который за ней ухаживал, спросила про другого, который ей нравится. И самое смешное, что этот мужчина в 35 лет начал выяснять у этого парня, о чем мы с ним общаемся и зачем. Этот парень Мурат ему ответил, что мы переписываемся, нравимся друг другу. И ухажер, в кавычках, озверел тогда и написал мне кучу всяких гадостей. Что он расстроен, что ему неприятно, что я отвергаю его, но общаюсь с его другом. Потом он оскорбил меня шлюхой назвал и заблокировал. Хотя я-то ему вообще ничего не должна. Я объяснила ему, что это вообще-то моя жизнь. Я сказала правду о своей симпатии к тому парню. Что здесь такого? Позже мне написал этот Мурат, парень, который в итоге тоже обиделся на меня. Написал, что больше мне писать не будет. Встретиться вечером больше он не хочет со мной, потому что я говорила за его спиной о нем, а не лично ему задавала вопросы. Короче, мне надоел вот этот весь дурдом в переписке. Мне так было некомфортно. И даже как-то стыдно, что ли, оказаться вот в этих разборках глупых. Я тогда предложила этому Марату встретиться, чтобы поговорить лично. И он приехал через 10 минут буквально, несмотря на свои слова, что не хочет видеть меня или общаться со мной не хочет. В итоге мы все обсудили, посмеялись с этой ситуацией, с этого мужчину-интриганта, которому 35 лет, я там типа первый ухажер. Я рассказала о его назойливости этого ухажера. И во время нашей встречи он только два раза поднимал тогда на меня глаза, старался будто бы на меня не смотреть. Говорил он мало, был замкнутым. На мгновение мне показалось, что, возможно, ему неинтересно со мной общаться, что ли, или он стесняется. Ну, хотя я думала, что турки вообще разве бывают стеснительные. По возвращению домой он написал мне, что по моим глазам он прочитал, как он мне нравится, какая есть симпатия, что вообще-то я ему нравлюсь тоже. Спросил, хорошо ли прошла наша встреча, приятно ли мне было с ним общаться. Я ответила, что да. Он написал мне, что не в этой жизни все сводится к сексу, что он не ради этого хотел со мной увидеть. И для есть в жизни много радости, кроме, короче, секса, что он не любит просто ложь, честен во всем со мной и любит говорить напрямую. Потом я хотела попрощаться, чтобы пойти спать, пожелала ему спокойной ночи и так далее. А он ответил, что спать он не хочет, потому что я для него важнее сна. О, боже, эти красивые турецкие слова и песни о любви это для меня важнее сна. Тра-ля-ля. Он взял у меня мой номер, но после нашей встречи он не писал, не звонил неделю. Я как-то ему сама написала, а он ответил один раз и все. Не спрашивать ни как дела, просто тишина. Встреча здоровается, улыбается на работе и все. Потом как-то он написал, что едет возле моего дома. Я подумала, что он, наверное, приехал ко мне. Он просто на самом деле ехал мимо моего дома на работу. А потом спросил, могу ли я приехать, если хочешь, когда. Я ответила, что можно сегодня, на что он ответил, я не могу. Спросил меня, замужем ли я. А потом спросил, рассталась ли я с мужем. И снова тишина еще на неделю. Я чувствую какую-то обиду, тоску, хотя он ничего не обещал, ничего не должен мне. Мне бы хотелось продолжать общение и приятно как-то нам с ним общаться. Но я понимаю, что молчание это тоже ответ грустной смайлики. Я, конечно, стараюсь не писать, сдерживать себя, не показывать, что о нем думаю. Но не понимаю, чем он так меня зацепил и почему меня к нему так тянет. Возможно, потому что он не настаивает и ведет себя холодно. А я, хорошая, кстати, мысль, а я как невротик зависимого, вопросительный знак, мне показалось, он понял, что на первом свидании интима у нас быть не может. Хотя это и свиданием-то трудно называть, не назовешь, просто сидели общались. И решил не напрягаться, видимо, не тратить время и исчезнуть. Но при этом поведение в 29 лет, как в 18, смотрит все мои сторизы в Инстаграм, ставит лайки, но молчит. Я его не понимаю. Смотрите, давайте на этом закончим, что история понятна. Потом девушка делала приписку, там и какие-то там сообщения писал, намеки. Короче, вокруг да около, ничего конкретного. Дайте сразу про менталитет здесь поговорим, просить, то немножко про вас. Про психологию, про вас. Не знаю, невротик вы или нет, но по факту, когда вас отвергают, вас не хотят или вас игнорируют, вас это цепляет. То есть вам интересен он, да, своей холодностью, на самом деле безопасностью. Он для вас безопасен тем, что он, вот вы очень упоминаете секс, какую-то близость, первое свидание, типа а-ля там эмоции подключены быть использованы и тому подобное. Вас это почему-то страшит, пугает. Может быть, какие-то негативные установки из вашего опыта есть, вы к этому так относитесь. Ну, по факту, притягателен он чем зацепил? Спокойствием, отсутствием напора, игнором на самом деле. Это называется в психологии депривация. Отсутствие внимания, контакта, когда вас, назовем так, наказывают, отсутствием внимания к вам. И вас это тянет. Если мы берем науку и психологию, то депривация, это очень часто наказание отсутствием контактов, социальным сужением этих контактов. Наказание через это родителями, как правило, история здесь носа от родителей истет. Либо от людей, которые занимались вашим воспитанием, или от вашей какой-то первой любви эмоциональных потрясений. В общем, когда вас отталкивают, игнорируют или вам не заинтересованы, вас это вызывает интерес. У вас есть желание завоевать, но не как победить, а завоевать. Все-таки получить в итоге вот это внимание, интерес к себе от человека, который изначально отталкивал. То есть именно его эмоции, именно его внимание, это как некая победа, любовь экстра, введенная в куб или повышение моей самооценки. Вот так механизм психологически работает. Я больше скажу, если он был активным, общался, смотрел вам в глаза, не избегал, вы бы его быстро раскусили, он бы стал неинтересным. И здесь вообще история не про чувака и его какую-то особенность, а про ваш запрос, что вам нравится так заморачиваться. Вот в этом есть вся и психологическая интрига, вот это вообще не если то. Вы мне в письме задаете вопрос, объясните менталитет, и потом дописку, которую вы там скрины присылали и так далее, а чё к чему, что за этим стоит. Вам в этом нравится копаться, вот он ваш, нездоровый вот этот интерес. Где вы видите игнор, полунамёки, вся история, вы прямо вот, короче, чисто вот для Турции рождены ваш характер, вы в этой теме, вы на это ведётесь, вам это интересно, вы в этих играх. Поэтому у вас есть вот этот интерес, драйв какой-то, да. Если мы говорим про менталитет, короче, сейчас скажу, не заморачивайтесь. Если мужику нужно, он в отношениях. Если ему нужно общаться, у него любовь, он подмётки рвёт. И это не важно, турок это, европеец или любой другой странный человек. Если есть симпатия и любовь, чувства какие-то, человек это делает. Здесь история, как вы сказали, 29 лет, а МКУК-18 себя ведёт. Я больше скажу, ещё, наверное, помладше. Если мы берём Турцию, возможно, у нас какой-то закрытой семьи, где близость к всякой такой женщинами общения запрещалась, наказывалась, или было, не приветствовалась как-то. Возможно, семья религиозная была, именно прям верующая, религиозная. Наказывалась это что-то как-то. Короче, полный этот запрет. И условный чувак, переехав в Европу, живя в европейском обществе, живёт своей маленькой Турцией внутри, в своих проблемах, в своих установках, в своём поведении. Так как вы про него рассказываете, там есть моменты, где он такой шуганый, глазки убирает, два раза вся на меня взгляд поднял. Да, вполне. И поэтому он в 29 лет не женат, поэтому он девчонок может перебирать, ну, как сказать, опыта набираться и так далее. То есть вы его правильно оценили. Ему ментально, его психологический возраст гораздо меньше. Это подросток, чувак, который только созревает. Поэтому он ни про какие, ни про серьёзные отношения, и вообще не про отношения. И, к сожалению, вам надо принять, что у него нет к вам любви, влюблённости. Если бы вы ему были нужны, он бы на всё наплевал, у него была бы страсть, желание, он бы вам всё, что хотите, обещал бы, и какую-то близость, и отношения, и всё прочее. Всё было бы на мази, как говорится. Зачем он эту тягамутину ведёт? Ну, видимо, он с воспитанием пуританским, с такими взглядами. И вот это вот всё тягамутину тянет, боится брать ответственности, трусливый, смотреть в глаза. Ему приятно ваше внимание, ему приятна симпатия, если он симпатичная, приятная девушка, правильно? Ну, что-то серьёзно, он к этому не готов, он этого не хочет. Ему нравится сам процесс переглядок, намёков, вот этих намеканий. Это не перспективно. Если мы говорим про отношения, то есть он наслаждается процессом, добирает свою самооценочку. Ему это всё приятно. Перспективы, результат, какие-то решения не про него. Он процессом наслаждается, вот что ему надо. Вам, в свою очередь, тоже нравится этот процесс. У вас есть сейчас интрига, интерес завоевать, именно его внимание получить, его сфокусировать на себе. Моя самооценка такая, ууу, сразу верх растёт. Я ууу, мега довольна. Ууу, всё классно. Но это не про любовь, не про здоровые отношения. Это про закрытие своих потребностей, использование человека в закрытии своей самооценки, поднятия, ему для какого-то опыта, интереса, флиртов и всего прочего. Это на уровне 18-летних парней и девушки, да. Серьёзного брака перспективного нет. Если он бы этого хотел, серьёзных отношений, перспективы, он бы показывал дел. Никаких предпосылок этому нет. Поэтому вы сейчас в процессе. Понимать его не надо его раскусывать. Вам вы в кайфе от этого процесса. Ничего там не поймёте. Он это делает. Это томные взгляды, недоговорочки в смс-ках, полунамёки для процесса, чтобы продолжалось общение. Я больше скажу. Если у вас дойдёт до интимной близости какой-то, несколько раз. Вам это потом и не ему, и не вам не станет интересно. Вы друг в друге разочаруетесь. Вы в накале, в процессе. Ему для своего нужно, вам для своего. Вот что вас сейчас объединяет. Ну, а к вам вы про себя подумаете, вы тратите на это время. Тот чувак, первый, он не просто так в истории появился, да, ревнивый тот, неадекватный немножко, тут у чувака проблемы явно какие-то, да, что-то он серес-чур границы нарушал. Он был небезопасный, опасный, говорил о своих желаниях, давил на вас. Странным образом оказывался в тех же местах, что я, короче, маньячил немножко, будем честны, сталкер, сталкер, сталкериллер. Мне иногда очень трудно со словами, у меня в голове три языка, я говорю в тени сразу и на русском, на турецком и на английском. Поэтому у меня некоторые слова пропадают. Сталкер, сталкерилл. У вас прошли этот этап, окей, вы говорили. И это немножко нездоровая история. И этим он вас отверг, как бы оттолкнул вас, он был для вас небезопасным. Вы от него сразу, не, чувак, мне надо самой подключаться, мне надо самой раскусывать. Ты такой легко на блюдечке для меня, мне неинтересно, ты не вызываешь интереса, ты мне не нужен. А вот этот с томным взглядом, с этим вот поведением, вы сразу это отметили в письме, что вас это привлекло. Вот вам и ответ, что с вами происходит. Здесь не вопрос менталитета, а вопрос двух людей, которые хотят заморачиваться, не нести ответственность, проигрывать. Вот смотрите, у вас вот эти вот переглядки, смс-ки, это мини-формула таких отношений. Вы типа как будто бы в общении состоите. Но это фальшивка на самом деле. Вы оба боитесь отношений, брать ответственность, он боится где-то, вы не знаете, боитесь или нет. Но по факту вам эти игрища нравятся, вы получаете от них удовольствие. Если мы про перспективу, ничего перспективного, а в этом, к сожалению, нет. Если бы была перспектива, вы бы уже как-то продвигались. Вы не продвигаетесь, вы все в своих погрязных переглядках. В турецком сериале, когда там по 15 минут ахи, вздохи, взгляды, пойми, без слов. Вот у вас это происходит. Для него это окей, норма. Его воспитание, его культура, ну не все дурки такие, абсолютно сразу говорю. То есть перекладывать на менталитет не надо. Это вопрос этого чувака и его воспитание в семье. Ну такой вот он. Ну и вы понимаете, надо, вам это не надо, нравится, вам это не нравится. Вот все, что могу сказать по этой истории. Спасибо вам всем за внимание, что посмотрели. В инфобоксе моя почта. Кто хочет видео, ответ в формате на ваше письмо, пожалуйста, я могу дать такие комментарии, снять видео. Или вы можете записаться на индивидуальную консультацию ко мне, психологическую. Тема письма, тогда консультация. Пишите ваши комментарии, кто был в такой турецкой Санта-Барбаре, в турецком сериале, с прикладками, недомолвками, всем прочим. Напишите о вашем опыте, возможно, девушке будет полезно почитать комментарии, она сделает какие-то выводы для себя. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока!